Меня зовут Александр Гущенко, я заместитель директора компании «Юклауд». Я специально не использую слово «конкуренты», потому что наш рынок молодой, перспективный. Мы все занимаемся его развитием. Считаем, что в Украине он находится только на начальном пути до массовости рынка, еще очень далеко. Поэтому мы все партнеры. Что мы за компания, чем мы занимаемся, какие решения мы предлагаем для рынка Украины, расскажет директор по развитию компании «Юклауд» Данила Белов. Приветствую всех участников конференции. Мне мало времени, чтобы рассказать все, что мы делаем. Вкратце в основной тезисе попытаюсь рассказать вам. Для разработчиков, для IT-профессионалов у нас есть интересные вещи. У нас есть возможность вот то облако, которое рассказывает Microsoft, потрогать у нас здесь в Украине. То есть у нас есть инсталляция, так называемая, Azure Stack. Здесь в Украине вы можете пробовать и тестировать, и разрабатывать, и предлагать своим заказчикам. Облако уже здесь. Здесь я имею в виду близко к их офисам, близко к их самим. Это так называемое гибридное облако. То есть мы можем разместить какие-то ресурсы здесь, в Украине. Мы можем разместить ресурсы в Европе. У нас есть локация в Польше, в это центр, и есть локация во Франкфурте. И это все у нас соединено также с Azure, ввиду Azure Microsoft. Так как у нас есть своя оптоволоконная сеть в Европу, мы сделали прямой канал доступа в Azure, в облако Azure. И услуга ExpressRoad совместно с Microsoft дает возможность вам и вашим заказчикам работать без интернета с облаком Microsoft. Именно с облаком Azure. Ну, соответственно, так как мы являемся партнером Microsoft, у нас есть возможность и предоставлять услуги по продаже этих сервисов Azure, а также в офис 365. И это все позволяет вам и вашим клиентам использовать легально здесь, в Украине, и легко это покупать, помесячно оплачивая эти ресурсы. Прошу вас подходить к нам на инфостройку, мы здесь в зале будем находиться целый день. Много интересной информации есть и для разработчиков, и для IT-профессионалов. Много кейсов, у нас большой опыт работы с облаком и с разными клиентами, с разными заказчиками. Подходите, интересуйтесь, будет интересно. Всем удачного дня, думаю, будет интересно. Спасибо большое. Еще раз подчеркну, уникальность этой технологии в том, что вот та, скажем так, сложность, которая всегда есть, а как же к этому облаку публичному где-то там будут достукиваться, какие каналы, какие задержки и так далее, это решаемо. То есть наши партнеры могут построить прямой канал в облако. Если вот какие-то часть приложения вам нужно разместить здесь, например, в Украине или в Европе, в каких-то других дата-центрах, опять-таки наши партнеры помогут это сделать. Да, то есть наша философия это быть максимально гибким и на самом деле продуктивным. Продуктивным означает делать то, что вам нужно, быстрее, легче, не затрачивая дополнительных ресурсов. Майкрософт всегда был компанией, которая делала продукты для разработчиков. И делала продукты, которые позволяло разработчикам быстро, качественно делать, решать те задачи, которые перед ними стоят. И, собственно, Azure и есть одна из технологий, которая позволяет это сделать. И мы в рамках, продолжая нашу презентацию, хотим показать несколько новых технологий, которые появились в Azure. И начнем мы, наверное, с самой популярной на данный момент подхода и технологии. Все, что связано с вебом и с мобильностью. Наверное, самый популярный сервис в Ажуре это сервис, это AppService. С помощью которого вы можете создавать веб-приложения, мобильные приложения и так далее. И, наверное, поскольку все-таки у вас конференция посвященная Azure, но я не могу, говоря о мобильности, не сказать о технологии, которая появилась совсем недавно в стеке в портфеле Microsoft. Это компания Xamarin, которая была приобретена Microsoft и позволяет вам, нашим разработчикам, создавать кроссплатформенные мобильные приложения. Используя Azure в виде бэкэнда или не используя Azure в виде бэкэнда, тем не менее, сейчас на C-Sharp вы можете писать нативные кроссплатформенные приложения. На Windows, на iOS, на Android и так далее. Вот, поэтому теперь эта технология, которая раньше была платной и была достаточно дорогой, доступна как часть Visual Studio. Как вы знаете, Visual Studio Community доступна бесплатно, опять-таки, для всех. И теперь Xamarin является частью Visual Studio Community, поэтому, если у вас было желание писать кроссплатформенные приложения мобильные, если вы хотели создавать и писать под iOS и Android на C-Sharp, сейчас такая возможность есть. Для этого не нужно сделать ничего, кроме как скачать Visual Studio Community. Еще интересная технология, которая пришла в Microsoft вместе с Xamarin, это TestCloud. Это сервис, который уже сейчас входит в набор технологий для разработки мобильных приложений, который позволяет протестировать ваше мобильное приложение на физических устройствах. То есть, это вот облако такое, где вы отдаёте туда ваше приложение, выбираете те устройства, на которых вы хотите его протестировать, конкретных производителей, и это там происходит. Поэтому, если такая задача есть, это тоже является, собственно, частью вот этой экосистемы, которая позволяет вам быстро, эффективно создавать мобильные приложения, которая связана как с бэк-эндом, так и с фронт-эндом и всеми процессами, связанных с разработкой. То есть, это и репозитарий кода, и автоматические тестирования, деплойменты и так далее. Мы немножко больше про это поговорим на потоке, который посвящен DevOps. Сейчас мы идем дальше, и я хотел бы поговорить немножко об интернете вещей. Как все вы, наверное, много-много раз слышали, все произносили эту цифру, к 2020 году будет 25 миллиардов подключенных к интернету устройств. Уже сейчас их намного больше, чем жители инопланетных. Их количество, безусловно, растет. И это то направление, которое, наверное, радикально поменяет то, как будут работать наши приложения, то, что мы сможем делать с IT. Ряд компаний, то есть, IoT или IoT Stack, является одним из сервисов Azure. И IoT Stack позволяет очень быстро, с минимальным количеством кода, создавать вот эти вот такие массивные, большие IoT-приложения. И ряд компаний их уже этот Stack сейчас использует. Так, это мы пропустим. И, значит, этот Stack называется Azure IoT Suite, который включает в себя набор компонентов. Это возможность передать данные из большого количества IoT-устройств в облако. И, кстати говоря, это кажущейся простой задачей является не такой простой, когда у вас десятки и сотни тысяч устройств. Вторая задача, которая решает IoT Suite, это, собственно, настроить безопасную коммуникацию с этими устройствами. То есть, если вы собираете информацию с устройств, это еще полбеды. Но если вы удаете какие-то управляющие команды, каналы передачи должны быть надежными. Ну и, наконец-то, обработать эти данные и выдать что-то, либо аналитику, либо управляющие какие-то вещи. То есть, набор сервисов, которые присутствуют в Azure IoT Stack позволяет это все сделать с минимальным количеством кода, который нужно написать. Появилось несколько новых фич в самом Azure. Одно из них, которое хотелось бы упомянуть, это Azure Functions. Azure Functions, и мы относим ее, опять-таки, к IoT. Почему? Потому что это возможность создавать, писать некие кусочки кода и публиковать их прямо в Azure, без необходимости поднимать виртуальные машины, веб-сервисы и так далее, и так далее. Вы можете создавать, писать этот код на различных языках. Участливаться, например, в C Sharp, Node.js и так далее. Вот. И что еще очень интересно, что вот эти кусочки кода, которые будут запускаться в ответ на какие-то события, на какие-то алерты, как бы тарификация за них идет за сам исполняемый код. То есть не за часы, а за то, сколько код потребил процессорной мощности. Ну, соответственно, это еще одна технология небольшая, которая позволяет легче и проще писать какие-то обработчики событий, связанных с IoT. На конференции Build было ряд анонсов. Стартер-киты, менеджмент-портал, IoT-гейтвейк, опять-таки все эти технологии, мы про них поговорим немножечко больше в рамках нашей конференции. Вот. А сейчас хочу пригласить Сергея Поплавского, который покажет, как оно работает вживую. Сергей. Да, спасибо, Виктор. Коллеги, всем добрый день. Еще раз хочу вас поприветствовать, сказать спасибо, что пришли. Немножко о себе. Меня зовут Сергей Поплавский, я работаю в компании Microsoft Украина. На сейчас мне достаточно сложно стомулироваться, чем конкретно я там занимаюсь, потому что, по ходу, занимаюсь всем. Я занимаюсь средствами разработки и процессом управления разработки. Я занимаюсь развитием платформы Microsoft Azure для разработчиков. И недавно начал… Ну, вернее, IoT я занимаюсь давно, но как только это стало одним из ключевых приоритетов Microsoft, я стал заниматься и IoT. Собственно говоря, прежде чем показывать демо, я бы хотел немножко рассказать, что вообще такое IoT, потому что у разных людей есть достаточно разное понимание, что это такое, для чего это. Я обычно формулирую это просто. IoT – это стек технологий, которые позволяют вам соединить устройства в физическом мире, которые геораспределенные, с неким централизованным пакентом для сбора этой информации, обработки, аналитики и последующего отображения. Вот это достаточно простая формулировка, которая описывает, что такое IoT. Если говорить о том, откуда это взялось, ведь по сути, hardware-разработка – это не есть что-то новое, что придумал Microsoft или кто придумал что-то другое. На самом деле, hardware-разработка существует достаточно давно. Гораздо раньше она появилась, нежели разработка под нормальные, под большие компьютеры. И идея IoT, она родилась не вчера, не год, не два года назад. Она родилась, на самом деле, в годах 80-х. И придумали ее, как ни странно, автопроизводители. Они решали вполне коммерческую правильную задачу. Где-то вот на рубеже 80-х годов все автопроизводители резко открыли глаза и поняли, что дальше конкурировать надежностью коробки передач или объем двигателя уже не получается. Автомобиль превратился из средства передвижения в устройство, вехал с набором сервисов. Это сервисы разные. Сервисы связаны с безопасностью, с комфортом, с другими функциями. И это то, чем автомобили-строители начали конкурировать тогда. И это то, чем они конкурируют сейчас. Потому что если посмотреть на линейки двигателей, ну они практически у всех одинаковые. Да, есть там некоторые особенности, но тем не менее. В основном за автомобиль мы платим именно за вот эти самые сервисы. Так вот, на рубеже 80-х годов автомобили-строители поняли, что добавляя сервисы, они просто увеличивают количество проводов в автомобиле. Если представить себе современный автомобиль и все те сервисы, которые в нем есть, особенно если взять какой-то Mercedes S-класс, то, наверное, он бы целиком состоял из проводов, если бы это все было в аналоговом виде. И тогда зародилась вот идея Connected Devices. Сейчас это называется Controller Area Network или сокращенно Каншина. Суть заключается в том, что в автомобиле проброшена сеть, которая состоит всего лишь из двух проводов. К этой сети подключены абсолютно все датчики и абсолютно все исполнительные устройства. Также подключены был. При этом в современных новых автомобилях даже электронная педаль газа, тормоза и так далее тоже подключена к Каншине. И ею даже можно управлять программой. У Каншин есть проблемы, они не очень защищены. Поэтому если у вас машина с электронной гашеткой газа, то я не рекомендую ставить туда стороннее устройство, потому что можно не остановиться. Реально были такие эксперименты, например, на одной из японских марок. Но идея в том, что опять-таки есть возможность внутри автомобиля подключать неограниченное количество устройств. Ну, они ограничены адресацией. Продолжением этой идеи стала попытка и реализация этой попытки соединить устройства не по какой-то локальной сети внутри автомобиля или внутри помещения, а соединить их глобально. И ничего лучше, чем сеть интернет, для этого не подошло. Соответственно, на сейчас мы IoT называем решение, которое с физического мира по сети интернет отправляет информацию в централизованный backend, может быть облачный, может быть не облачный. Там эта информация обрабатывается, и оттуда приходят исполнительные команды. Собственно, я подготовил небольшую демку. Я надеюсь, Виктор говорил про надежность интернета. Я надеюсь, она нас сейчас не подведет. Значит, что это такое? Я сегодня ночью решил построить небольшой дашбордец. Идея состоит в общем. Вот здесь стоит устройство на базе Raspberry Pi, под которым стоит Windows 10. Здесь на Pine Shield, в котором есть датчик. Это датчик температуры, причем датчик очень дешевый. Он не дает точной информации. Вы это, наверное, можете наблюдать по тому, как пляшет влажность в Femidity. Но температура относительно стабильная. Или она не приходит. И есть исполнительное устройство. Это реле, к которому прицеплена очень противная штука. Бузер. Вы сейчас убедитесь, насколько она противная. Как это работает? Это совмещение двух мегаклассных технологий, которые я лично очень люблю. Это Azure IoT Hub. Это штука, которая позволяет вам в режиме около реального времени собирать информацию с датчиков и отправлять исполнительные команды. При этом ее особенность заключается в поддержке стандартных телеметрических протоколов типа MQTT и MQP. И второй ее особенность является то, что вы можете, используя IoT Hub, отправлять десятки миллионов событий в секунду. Вам не нужно строить огромную инфраструктуру, которая способна принять миллион, миллиард даже транзакций. Там звучала цифра 2 триллиона транзакций в день, обрабатывая Azure IoT Hub. С другой стороны, для отображения этой информации используется не менее классная технология SignalM, которая позволяет на мой веб-дашборд, в котором есть три чарта и кнопочка, в режиме, опять-таки, около реального времени эти данные транслировать в графике. Для того, чтобы вы убедились, что это не видео, я в гостинице отдолжил фен. Я надеюсь, девушка из ванной выйдет, не сильно расстроится. Фен надо, наверное, включить. Мы сейчас попробуем просто датчик температуры немножко нагреть и посмотреть, что изменится на нашем дашборде. Видите, температура начинает расти. Сейчас датчик немножко остынет, и он начнет падать. То есть, на самом деле, в принципе, я не скажу, что это прямо real-time, real-time, но около того. Второе, что я хотел показать, это то, что мы можем не только собирать телеметрию, в данном контексте наши графики – это телеметрия с наших устройств. Мы еще можем отправлять исполнительные команды, но на самом деле ничего лучше, кроме как прилепить кнопку, я не придумал. Поэтому я нажму на кнопочку, пройдет совсем чуть-чуть времени. Понимаешь? Когда я нажимаю на кнопку, срабатывает противная пищалка. Представим себе, что мы, администратор, смотрим на дашборд, видим, температура выросла, надо пнуть инженера, который включит кондиционер. Вот мы ему издаем вот такой адский звук, который он наверняка услышит отовсюду. Который, собственно говоря, разбудит нашего инженера, и он, наконец-таки, включит кондиционер. Есть еще вторая часть истории, связанная с ботами, но я вижу, кто-то закрыл скайп. Поэтому бота я вам покажу на своем докладе, который будет, по-моему, в три часа. На самом деле идея в том, что мы можем управлять вот этим устройством, посылая команды, используя мессенджер скайп. На этом у меня все. Спасибо огромное. Спасибо, Сергей. Это действительно яркие штуки, которые можно использовать. И, опять-таки, повторюсь, с помощью Azure это можно делать просто и быстро. Идем дальше. Вторая интересная тема – это микросервисы. Когда мы строим большие интернет-приложения, интернет-сервисы, все чаще и чаще сейчас на различных мероприятиях звучит идея в том, что создавая большие монолитные продукты, их тяжело поддерживать, их тяжело развивать, их тяжело изменять. И самое главное – вопросы масштабируемости, отказоустойчивости решаются сложно. Поэтому родилась концепция микросервисов. Очень простая и банальная в том, что мы можем или должны наше приложение разделить на большое количество или небольшое отдельных совершенно служб, каждая из которых, выполняя маленький кусочек своей задачи, будет в целом решать поставленную задачу. И есть ряд технологий, которые позволяют это делать. Это и виртуализация, это и контейнеры и так далее. В Azure мы создали и сейчас выпустили на рынок, уже не в формате превью, а в формате уже боевой эксплуатации, фреймворк, который называется микросервисы на Azure. В чем он состоит? Во-первых, это возможность построения набора, массива виртуальных машин, на которых будут исполняться ваши микросервисы. Во-вторых, он состоит из контейнерного сервиса, куда вы будете деплоить ваши кусочки вашего кода. И, наконец, самое интересное, это сверху сервис фабрик. Это прослойка, которая и отвечает за масштабирование, работоспособность этих сервисов. На данный момент вы можете строить их на базе Windows или Linux машин. И эта штука как раз и позволяет, опять-таки, контейнерный сервис позволяет реализовать микросервис. Что здесь интересного? Интересно следующее. Вот эта технология микросервисов, она может работать не только поверх или не только в Azure. Приложения, написанные с помощью сервис-фабрика абсолютно без каких-либо изменений переносятся. Как в частное облако на Azure Stack, точно так же сервис-фабрик может запускаться поверх любых других облаков. Например, амазоновского облака или облаков, построенных на OpenStake. То есть, используя микросервисы и используя сервис-фабрик, вы можете сейчас создавать абсолютно, как правильно сказать, кросс-облачные приложения. И не хочу больше тратить время на это. Хочу пригласить Антона для того, чтобы он показал, что это за зверь такой вживую. Спасибо. Витя, пожалуйста, не уходи. Помоги мне переключить ноутбук. Тем временем, пока Витя помогает мне переключить ноутбук, я хотел бы немножко рассказать вот про микросервисы. На самом деле, сегодня будет шикарный доклад по микросервисам ближе к концу конференции. У меня вчера был звонок с докладчиком, и очень тяжело что-то сказать такое, чего он не скажет в вечернем докладе. Но, тем не менее, я постараюсь. Как уже говорил Витя, микросервисы, как фреймворк для построения микросервисов, это то, что мы можем называть middleware. То есть, это вещь, которая ни к чему не привязана. Если вы хотите использовать Azure для того, чтобы запускать там микросервисы, построенные на сервис-фабрике, это можно. Если у вас есть просто, там, не знаю, где-то любой абстрактный набор Windows либо же Linux виртуальных машин, поверх них все равно можно проинсталировать этот middleware и работать с ним, как с каким-то единым API, загружать туда свои приложения. Единственная маленькая оговорочка, Linux-версия пока что в превью, но все равно доступна, Windows-версия уже в продакшен. Скажите, пожалуйста, кто из присутствующих здесь является веб-разработчиком? Поднимите руки. О, отлично. Отлично. Тогда, собственно, это для вас. Обычно, когда мы разрабатывали какое-то приложение, вы знаете, старый классический подход Monolith, да, вот есть даже такой хороший мем в интернете, вот разница между Monolith и микросервисами. Кто видел этот мем? Что Monolith это как бы одна куча, да, микросервисы это много кучи. Но на самом деле не совсем так. На самом деле идея в том, что когда мы делаем один большой Monolith, у него есть свои преимущества, да, это просто в понимании, да, это быстро, но этим тяжело управлять, это тяжело масштабировать, это тяжело обновлять. Особенно обновлять. Когда нам нужно что-то заапдейтить, нам нужно апдейтить весь комплекс в целом. Потому что если мы поменяли там какую-то одну его часть, то у нас нет гарантии, что все не навернется. Поэтому, что нам дают микросервисы? Поверх каких-то Windows, вот как, конечно, на моем примере, Windows-вертуальных машин, я построил сервис Fabric Cluster и загрузил туда, собственно, вот такое тестовое приложение, которое занимается совсем несложной задачей под счетом слов. Если мы говорим о веб-разработке, очень часто мы сталкиваемся с проблемой, что наше приложение является высоко нагружено, у нас очень много данных приходит от пользователей, конечно, мы можем решить эту задачу, скажем так, тем, что просто возьмем, где-то раздобудем платиновую кредитную карту, вобьем ее номер провайдера услуг и скажем все, окей, мы теперь забыли про сервера, если нам нужно будет 100-500 виртуальных машин, чтобы выдержать нагрузку, мы это сделаем. Здесь же, прямо в самом фреймворке, уже заложен механизм партиционирования данных. Прямо в самом фреймворке. Собственно, считайте, что это такое, как горизонтальное масштабирование для системы хранения данных. Причем, это масштабирование, оно полностью прозрачно. Что делает вот это фейковое приложение? Оно генерит какие-то случайные слова, абсолютно случайные слова, используя буквы латинского алфавита. И потом, в зависимости от того, какая первая буква, он относит это слово к одной из, как вы видите, 26 партиций. Ну, собственно, в английском языке у нас 26 букв, поэтому и 26 партиций. Если мы возьмем и посмотрим, что у нас есть внутри, собственно, консоль управления, сервис обрика, который развернут в облаке. Я его, кстати, развернул специально в режиме без аутентификации, для того, чтобы было проще показывать все эти штуки. С интернетом это бы даже лучше работало, чем без. Но, как вы видите, все-таки что-то грузится. Если мы посмотрим сейчас, что у нас тут есть внутри, кроме этой картинки, то мы увидим, собственно, следующее. Мы видим вот такую шикарную панель, где мы видим, что у нас развернуто одно приложение, и видим, что оно развернуто на трех нодах. Давайте для начала посмотрим на ClusterMap. Я расскажу, что хорошего здесь. У нас есть три ноды, которые обслуживают наш сервер. Это минимальное количество нод. Почему минимальное? Потому что всегда, когда мы храним какие-то данные, мы храним их в трех копиях минимум. У нас всегда на одной ноде данные хранятся как основная активная копия, на двух других у нас всегда хранится резервная пассивная копия. Это позволяет нам в случае выхода из строя ноды не потерять данные. То есть это вам дает сервис фабрик прямо из коробки. Если у вас падает какая-то нода, ничего страшного, у вас данные не потерялись. У вас виртуалка хоть и ребутнулась, пускай даже 10 раз подряд, но все равно приложение продолжило работу с теми данными, с которыми оно работало раньше. Вам не нужно об этом заботиться. Это за вас уже решили разработчики сервисов фабрик. Кроме того, давайте посмотрим следующее. Давайте зайдем в приложение. Вот оно, мое приложение для подсчета слов. И оно состоит из двух сервисов. Один сервис у нас, собственно, занимается генерацией рандомных слов. Второй сервис эти слова сохраняет. Как вы видите, здесь есть очень много партиций. Собственно, вот эти 26 партиций, они у нас все есть здесь. Что я хочу показать? Возьмем первую из них. Что у нас тут есть? У нас тут есть следующее. Смотрите, есть три ноды с номерами 0, 1 и 2. И мы видим, что для этой партиции у нас первая нода является основной, нулевая и вторая являются действующей, но резервной. Если мы возьмем какую-то другую партицию, нет, неудачный выбор. Вот, если мы возьмем вот эту партицию, то мы увидим, что здесь у нас уже активная нода другая. Это означает, что Microsoft в том числе позаботился о том, при разработке этого фреймворка, чтобы не складывать все яйца в одну корзину. То есть у вас не будет единой точки отказа. И это то, что мне всегда нравилось, знаете, вот именно в облаке Microsoft, что облако Microsoft за счет своих каких-то решений, оно выравнивает руки разработчику. Если вдруг у разработчика руки росли там из карманов, он просто не сможет написать приложение, он не сможет его там запустить. Но если он его там написал и запустил, то платформа сама ему эти руки и разровняла где-то вот по ходу движения. Что еще хочу показать? Скажите, кто работал раньше с клауд-сервисами? Работал кто-то? Чуть-чуть. Отлично. У клауд-сервисов была одна большая беда. У клауд-сервисов был эмулятор. Эмулятор, он, конечно, эмулировал реальную среду, но опять же, это эмулятор. В случае с сервис-фабрикой, поскольку он строится поверх любой, как мы уже говорили много раз, Windows, Linux операционной системы, у меня есть возможность поднять локальный кластер. Как вы видите, по URL он работает на localhost. Я тут немножко открыл другую вещь, но тем не менее. Давайте перейдем сюда. Он работает на localhost. Здесь, в localhost у меня уже задеплоено два приложения, и он у меня состоит из пяти нод. Но не суть важна. Это тот же самый кластер-сервис-фабрика. Вот то же самое приложение у меня работает здесь. Партиции, конечно, уже меньше, но не суть важна. Это один и тот же код. Вы можете локально разрабатывать и дебажить в среде, которая 100% соответствует продакшену. Это чертовски круто. И теперь, скажем так, посредняя вещь. Что мы с вами не любим делать? Особенно, как нам показывает эта конференция. Мы не любим платить денег. Ну, в принципе, я думаю, что если я задам вопрос, а кто любит платить деньги, то вряд ли кто-то подымет руку. Потому что, да, то есть, скорее всего, все-таки люди не любят платить деньги. И скажите, ведь было бы классно иметь возможность поиграться вот с таким механизмом и абсолютно бесплатно. Правда было бы классно? Мы позаботились и об этом. Мы любим шаровиков. Значит, что у нас есть для шаровиков? Для шаровиков есть специальные кластеры, которые являются полностью shared, но полностью бесплатными. Можете запомнить вот этот сложный URL. Можете сделать, не знаю, селфи на фоне этого URL. Еще что-то. Выложить это в Twitter. Рассказать друзьям. Например, вы заходите сюда и вы говорите, например, я хочу принять участие в вашей бесплатной тусовке. Вам нужно здесь будет ввести e-mail. Как только вы введете e-mail, вам на почту придет вот такое письмо. Что в этом письме вам, собственно, интересно? Вам интересен URL, куда вы будете деплоить ваш микросервис. И вам интересен порт, на котором этот микросервис будет отзываться. Сам кластер является общедоступным. То есть вы должны понимать, что любое приложение, которое вы туда задеплоите, оно по сути является публичным. То есть любой человек, который знает URL и номер порта, он сможет доступиться к этому приложению. Но с другой стороны, вы можете бесплатно туда деплоить все, что угодно. Кстати, я вот только сейчас подумал, может там биткоинов помайнить что ли на том бесплатном кластере. Ну, по крайней мере, может я в перерыве попытаюсь это сделать. И вы получаете даже в шейринг режиме, как вы видите, ага, здесь у меня что-то оно зависло. Но неважно, возможно, это, кстати, трудности интернета. Возможно, из-за этого оно зависло. Другие разработчики уже майнят биткоины. Да, 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 возможно, вот буквально за 30 секунд, пока я переключился на другую страницу, кто-то начал манить биткоины. Но тем не менее, как вы видите, URL другой, кластер тот же самый. То есть идея в том, что вендерлог как таковой был убран полностью. Вообще. Его больше нет. Я надеюсь, что вам понравилось, как я воодушевил вас идеей микросервисов. Я очень надеюсь, что вы посетите сегодня вечером доклад по микросервисам. Кстати, докладчик, немножко так тоже подниму его статус в ваших глазах. Докладчик на самом деле у нас, который будет рассказать про микросервисы, он сам из Минска. И он был в командировке в Штатах. Но ради нас он прямо сейчас находится в самолете где-то над океаном. Но до вечера он все-таки должен долететь до Киева, сесть, приземлиться и сделать нам доклад. На этой мажорной ноте я хочу передать микрофон обратно Вите и помочь ему тоже переключить. Спасибо большое. Правда, что классная технология? Ну, можно похлопать. И правда, она решает вот те самые вопросы, которые задают мне, такие каверзные, каверзные. А если я вот Azure выберу, то теперь вы меня залочите и будете с меня брать много денег. С микросервисами это уже не так. Идем дальше. Нельзя пропустить тему данных, нельзя пропустить тему больших данных. Количество данных, которые собираются, растет, не знаю, в геометрической прогрессии, еще в какой-то, опять-таки про это много, что было уже сказано. И вот предыдущая тема, тема IoT, она как раз позволяет нам собирать огромные массивы данных. Что с ними делать? Что делать с данными? Ну, скажу честно, что общаясь с различными компаниями в Украине не только, обычно говорят, мы данные где-то собираем, что с ними делать дальше, потом решим. Но собираем, и это уже неплохо. И в последнее время появилось огромное количество различных подходов к сбору и обработке данных. Фактически они делятся на такой старый проверенный подход. Вот, реляционные сервера баз данных у себя, или же перенос реляционных баз данных в облако, или же, когда возникают вопросы о неструктурированных данных, больших объемах данных и так далее. Это какие-то нереляционные, или no-sickle, как их называют сейчас, базы данных у себя, либо опять-таки в облако. Вот такая вот карта различных опций хранения и обработки данных на данный момент существует. И с этим всем связано много проблем. Проблем связаны с тем, что решения по хранению и обработке данных ресурсоемкие, сложные, их много. Используются разные модели. И, в общем-то, на самом деле, вот в этом направлении, в направлении данных, Microsoft, опять-таки, предоставляет, наверное, одну из наиболее полных картинок на рынке. Представляя набор решений. Итак, в этом квадратике это наш SQL-сервер с его аналитическими возможностями. Недавно была анонсирована версия 16 с многими улучшениями. Мы не будем сейчас про это глубоко вдаваться. Второе. Это возможность использовать тот же самый SQL-сервер Microsoft или SQL как сервис в облаке Azure. Это сейчас возможность размещать не просто один сервер, это строить хранилища данных в облаке. Опять-таки, не инвестируя сотни или даже миллионы долларов в построение своих хранилищ, поднимать их в облаке. Это вещи, связанные с построениями noSQL-хранилищ у себя. И в 16 сиквеле ряд этих решений уже реализован. Ну и, наконец, это использование целого ряда, опять-таки, noSQL-ных решений, которые доступны сейчас в облаке Azure. Это и Data Lake, это и Table Storage, это и HD Insight, который в народе известен как Hadoop. Это и DocumentDB, специальная noSQL-ная база от Microsoft. Соответственно, вот картинка Microsoft в направлении обработки и хранения данных следующая. Для вашего конкретного приложения вы выбираете тот тип хранения и тот тип, условно говоря, базы, который наиболее подходит. Вы выбираете, каким образом его размещать, у себя или в облаке. Опять-таки, в этом мы более-менее уникальны. Вот такая небольшая картинка, которая показывает, опять-таки, различные типы хранения и различные типы хранения данных, которые у нас доступны. Это SQL-сервер, который может запускаться как на ваших серверах, так и в виртуальных машинах. Это SQL-база данных, которую получаете в Azure как сервис. Это DocumentDB, в который вы можете получать доступ. То есть, не noSQL-ное хранилище, которое мы сейчас развиваем. Table Storage же хорошо известный, но уже бинарные блоки. И, собственно, вторая часть, которую я не могу здесь сказать, связана с тем, а что же делать с этими данными. То есть, хорошо, мы собрали огромные массивы данных. Каким образом проанализировать? Каким образом получить из них какой-то результат? Некоторое время назад Microsoft анонсировал продукт, который называется Power BI. Это технология, которая позволяет подключиться к различным источникам, сорцам данных и построить динамические, красивые, наглядные дашборды. Технология была достаточно успешная, она кроссплатформенная и так далее. И вот, собственно, сейчас буквально на конференции Build анонсировалось ее развитие. То есть, скажем так, неким недостатком Power BI было то, что каждый пользователь должен был купить лицензию на этот Power BI. И он жил в интерфейсе Microsoft, в интерфейсе Power BI. Это прекрасно работает в Enterprise среде. Если вы пишете ваше приложение, ваше SaaS приложение, ваше дашборд, это не работало. Итак, мы сделали новый продукт, который называется Power BI Embedded. Это те же самые дашборды, тот же самый подход, но уже в айфрейме в вашем приложении. При этом ваши пользователи могут совершенно не знать, что используется на самом деле движок Power BI для генерации этих отчетов. И на этом я хочу пригласить Маргариту, которая расскажет и покажет, что с этим делать. Привет, дорогие участники. Я работаю в том же отделе, что и передние доповедачи, в частности, в отделе стратегических технологий. Вы знаете уже очень доброго менеджера Виктора. И совсем недавно он поставил передо мной наступное задание. Сколько мы работаем в отделе стратегических технологий, он попросил визначити отношения пользователей до наших стратегических продуктов, в частности, до Ажура. И каким чином это сделать? Как вымерить эту любовь до Microsoft Azure у всех людей? Это было достаточно цикавое задание, и мы решили его, в принципе, сделать с помощью Microsoft Azure. Перш за все, мы хотели забрати информацию от всех людей. Где люди публикуют информацию про свою любовь, про свои эмоции? Зрозуміло, что в социальных мережах. Наверное, сейчас уже много из вас запостили с хештегом Azure свои посты, выставили фотографии в Facebook, в Twitter. Взагалі, социальные мережи – это один из таких самых больших генераторов великих данных. И, соответственно, нам нужно было таким образом их обработать. В Гагалі, в Facebook постится приблизительно в день 7 ТБ даних, а в Twitter – 12 ТБ даних. Тому мы выбрали саме Twitter, для того, чтобы зрозуміти, какие отношения до Azure у всех людей, и насколько они его любят. Перед конференцией мы также запустили эту программу. И специально для Виктора, поскольку Виктор – менеджер, я сделала гарный дашборд. Де він может подивиться, как ставится до Azure користувачи. Відповідно, вы также можете это подивиться. Сейчас мы перейдемо в браузер. Я хочу показать вам, я працюю в цей аппликейшн. У нас есть Twitter, Azure, такой веб-сайт. Відповідно, за ключевым словом, за ключевою технологією, мы можем проаналізувати, какие твіти, в каком контексте, были вжиті по всему світу. Залежно от того, сколько зелених, тобто позитивных, позитивных, позитивных витоков, мы можем сказать, яка цього року в нашого віддала буде премія. Теперь, каким же нам это працює? Мы, например, вводим ключевое слово Azure, шукаемо это слово, и мы бачим зеленым колором видалений позитивный контекст, в котором вживається Azure. Давайте подивимося. Тобто позитивных нас 13, нейтральных 41 твіт, и негативных 4. Мабуть, не было твітів, але сьогодні ми всі зібралися і будем постати дуже багато різної інформації про Microsoft Edge. Таким чином, ми можем побачити, що в Україні теж роблять твіти, які відносяться до Microsoft Edge. Можна Azure Day? Ви можете самі спробувати, в принципі, цей портал доступний. Зрозуміло, що ми публікували цей сайт, і, відповідно, цей сайт доступний можна публікувати з геотегом свої твіти, вони будуть відображатися. Що цікавого? Це те, що ви можете, по-перше, відобразити ці твіти, а, по-друге, якщо відбувається під капотом. Ми зберігаємо усі твіти, які надходять до нас. Яким чином? Зрозуміло, що ми написали наші улюблені Visual Studio на C Sharp і Application. Ось таким чином іде генерація, тобто збереження цих твітів. Кожної секунди я вигоджу один рандомний твіт, який зберігається, і, відповідно, ми бачимо, що кожної секунди зберігається дуже багато рядків саме в якусь базу. Але ж, яка база може обробити 12 терабайт в день? Зрозуміло, що ми говоримо зараз про великі дані, і, як не дивно, але хмара Microsoft також працює з великими даними. Віктор уже згадував, що, коли ми говоримо про великі дані, ми говоримо саме про Hadoop. Відповідно, Microsoft теж створив свій Hadoop, але назвав його HD Insight. HD Insight складається, як і Hadoop, з двох частин – це HDFS та MapReduce, тобто, де зберігаються дані і яким чином вони розпределяються у цьому сториджі. У нас місце, де зберігаються дані – це блок сторидж, тобто, навіть якщо ви видалите ваш HD-кластер, все одно у вас дані будуть збережені. Давайте ми подивимося також, як працює наш кластер. Тому ми перейшли на дашборд. Ми можемо побачити, що у нас створений наш Hadoop-кластер тут, що дуже хороше при створенні саме HD Insight-кластера в Ажурі. Це те, що ви можете задати, скільки нот вам потрібно для обробки. Взагалі, люди читають книжки по налаштуванню того, як створити свої Hadoop-кластера. В Ажурі це робиться все буквально за хвилини, і незалежно від того, скільки вам кластерів потрібно, чи це 2, чи це, наприклад, 500, кількість часу, яка на це витрачається, варіюється від 15 до 20 хвилин. Відповідно, ви можете дуже легко якраз створити свій власний кластер і запустити роботу на цьому кластері. Дуже легко масштабувати, зрозуміло, що всі дані також зберігаються, як я казала, вже в блок-сториджі. Але що ще хорошого у нас є в цьому аплікейшені, це те, що ми говорили, що у нас був готовий сайт, тобто ми його деплоїли, деплоїли і задеплоїли на Ажур, але нещодавно була конференція Build, і нам повідомили, що ми це робили марно. Чому саме так? Тому що, як казав вже Віктор, у нас з'явився так званий Power BI Embedded. Спеціально для Віктора, для того, щоб не потрібно було вводити додаткового слова Azure, ми створили дашборд, який саме і візуалізує усю інформацію саме по ключовому слову Azure на дашборді. Він зараз завантажується. Ви знаєте, що ось таким чином ми можемо побачити твіти, їхній контекст, в якому він вживається. Відповідно, та ж карта, яка доступна в Power BI, вже готова. Ми бачимо, що, наприклад, твітів з негативним контекстом значно менше, ніж з позитивним. Ось таким чином у нас вже є готовий приклад того, як використовувати Power BI Embedded на нашому аплікейшені в веб-додатку. Тобто, ви можете також інтегрувати уже цей готовий сервіс. Хочу нагадати, що він знаходиться в прев'ю. Зокрема, сьогодні також будуть оголошені дуже цікаві новини про те, як працювати з великими даними в Ажурі. Це не всі сервіси, які існують в Ажурі для обробки інформації. Тому закликаю вас, по-перше, відвідати ці доповіді, а по-друге, постити хороші новини про Ажур в Твіттер. Дякую. Дякую большое, Маргарита. І так, ви бачили, що постройка рішення по бігдаті в Ажурі насправді не такий складний процес, не треба читати великі книжки о том, як настроити кластер, це, конечно, не снимає задачу читати книжки о том, як дані аналізувати і що в результаті цього анализа можна получить. На самом деле наш кейноут, наш кейноут датат підходить к концу. Повторюсь, що основну задачу, яку ми ставимо, це зробити Ажур і зробити сервіси в Ажурі такими, щоб ви, розробітчі, пільзовці наші, могли максимально просто, максимально продуктивно рішити те задачи, які перед вами стоять. І всі ці сервіси, які вже є в Ажурі, і які ми ще продовжуємо розробляти, надавлені на цю цель. Дякую за увагу! У нас дуже багато інтересних докладів сьогодні, і буквально через 10 минут начнется следующий доклад. Так, як раз небольшое об'явлення. Ми чуть-чуть вибрілися з графіка, тому следующий доклад починається не в 10.30, а в 10.35. У нас, напомню, 4 зала. Этот, еще 2 зала у нас с той сторони, і последний зал у нас на второму этаже. Смотрите расписання і введемося на інших докладах. Спасибо!